Форт Фиеста, на котором выступает Василий Грязин, еще недавно выступавший вообще в раллийной гонке. И вот это первая, вот это первая серьезная авария в этой гонке. Мы видим, что серьезно поврежден автомобиль Руслана Медведева. Да, и не исключено, что сейчас будет автомобиль безопасности на трассе. В классе национальной, да, было бы логичным, наверное, ну судим решать, конечно, выпустить автомобиль безопасности на трассе. Я так понимаю, что это, собственно говоря, на прямой старт-финиш произошел инцидент, и, к счастью, все в порядке с Русланом. Мы видим, что он самостоятельно покидает машину, и видим, что не просто так, не ошибка пилота на ровном месте привела к этому инциденту. Был контакт с другим представителем класса национальной. Контакт этот произошел на достаточно высокой скорости, и именно из-за этого так сильно поврежден автомобиль. На выходе из последнего поворота трассы в Сочи, на выходе из последнего поворота трассы в Сочи, эта скорость порядка 83 километров в час на Апексе, то есть к середине, это было, наверное, начало, самое начало стартой прямой, тем не менее. Да, Кирилл, извини, табличка Safety Car появилась, и вот мы видим, те, кто смотрит нас в интернете, видят сейчас как раз этот автомобиль безопасности. Уже стоит и собирает, собирает он сейчас колонну пилотов. Ну что ж, для маршалов это как раз та самая необходимая тренировка, а для пилота, к сожалению, означает окончание. Я немного напутал с точкой, где произошло столкновение. Сейчас я понимаю, что это вторая часть стартовой прямой, и если на выходе из поворота машины развивают 80 километров в час, то к середине стартовой прямой они как раз успевают упереться в отсечку, то, о чем мы говорили, и я думаю, что успевают разогнаться до скорости. Я думаю, что за 150 там точно скорость перевалим. Наверняка, да, даже в классе 1600 она достаточно значительная. И вот сейчас цепочка автомобилей, которая все равно продолжает, продолжает движение, но уже по сейфу Тикаром. Немного позитива, я думаю, стоит привнести вот в эти не самые жизнерадостные кадры. Мы говорили, что вчера случилось историческое событие. Михаил Грачев, гонщик из Омска, стал пилотом, который выиграл самую первую гонку, которая состоялась на трассе Сочи Автодром. И доказательством того, что трасса очень безопасна, является тот факт, что только на второй день гонок мы впервые увидели автомобиль безопасности во главе пилотона. Напомним, что на одном из этапов в Казани на каждой гонке на трассе появлялся сейф Тикар. Избежать массового голодания, ибо причиной, главной причиной проблем с двигателем являются перегрузки в том самом втором повороте в затяжной дуге, где масло перемещается внутри карты, отливает, как говорят гонщики и инженеры. Из-за этого мотору не хватает масла, проявляется эффект так называемого масляного голодания, и мотор быстро выходит из строя.